В пригороде Красноярска появился еще один коттеджный поселок, он называется Скандинавия. Его строительство началось еще летом этого года, сейчас возведено более 30 домов. И сегодня состоялось торжественное открытие нового поселка. Всего здесь будет порядка 200 двухэтажных домов в европейском стиле, уже проведены коммуникации. На территории поселка планируется разбить парк, построить детский сад, кинотеатр и магазины. Также предполагается облагородить близлежащее озеро. Здесь будет набережная. В основном проект заключается в том, что мы строим не просто дома загорода, мы хотим создать определенный стиль жизни. Мы хотим, чтобы у жителей в этом поселке было все то, что казалось бы недоступно. Например, свои традиции, свои какие-то устои. Ну, например, скажем, мы хотим, чтобы у них были соседские отношения. Это не так, как в таких элитных поселках, где большие заборы и много недостроенных земельных участков. Строители решили продавать готовые дома, а не земельные участки. Хотя, признаются, это было бы проще. Но желание построить поселок в едином европейском стиле взяло верх. Стоимость такого дома чуть больше 4 миллионов. Риэлторы отмечают, последние два года у красноярцев вырос интерес к рынку малоэтажек. В первую очередь, потому что стало больше предложений. Выбирая между трехкомнатной квартирой и загородным домом по единой цене, горожане стали больше склоняться ко второму. Городской житель, в первую очередь, хотел бы, чтобы усилия на обслуживание были сведены к минимуму. То есть, коммуникации должны быть воссозданы в таком поселке. Чтобы хлопоты, именно связанные с отоплением, с обогревом, или с обслуживанием даже общей улицы, они должны быть сведены к нулю. Соответственно, здесь особую роль играет создание управляющих компаний. Эксперты отмечают, рынок малоэтажного строительства один из самых перспективных. Ему уделяется огромное внимание не только со стороны местных властей, но и федеральных. Минэкономразвитие назвало эту отрасль самой приоритетной. Города должны расти вширь. Тем не менее, бизнесмен отмечает, участие государства должно быть более активным. Если государство будет участвовать в построении инфраструктуры, соответственно, коттеджные поселки будут развиваться и качественно они будут становиться совершенно другими. Я за частное государственное партнерство. Только вот в таком симбиозе возможен на выходе некий продукт, который будет решать задачи и государства, и инвесторов. Сейчас малоэтажное строительство в крае идет бурными темпами. Больше всего строек под Красноярском в Емельяновском районе. На втором месте Курагинский и замыкает тройку лидеров Минусинск. Компании стремятся строить концептуальные поселки. Кто-то завлекает горнолыжные трассы, а кто-то европейскими постройками. Ценовая категория также широка от эконом-сегмента до уровня премиум. Добавлю в планах бизнесменов завершить строительство поселка уже к осени следующего года. А если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 29 29 115. Комментарий к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontovo.ru. Наталья Истовина, Андрей Сенченко, Афонтово Новости.